29 октября исполнилось 94 года со дня создания Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Отмечали это событие бывшие ульяновские комсомольцы в ДК «Губернаторский». По-настоящему гости оживились, когда на сцене появился легендарный золотой состав культовой для комсомольской молодежи тех времен группы «Пламя» во главе с Сергеем Березиным. Коллектив поздравил ульяновцев с праздником и исполнил свои самые знаменитые песни. Ульяновцы пели вместе с ансамблем «Пламя» и вспоминали свою молодость. Все цветает краснодал, 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 и я тебя просто ждал, все взлетал, все взлетал. Вы помните, как вас принимали в комсомольце? Может, расскажете? Я помню, что очень волновался, учил какие-то уставки, готовился к вопросам коварным, которые должны были задавать в райкомикам, в горкоме. Там сидел человек 15 важных каких-то комсомольцев. Меня спросили, какую-то такую ерунду, типа как фамилия генерального секретаря ЦК КПСС. Передовая, газета у нас раньше была «Правда», поэтому «Передовая» – это первая страница «Правда». Поэтому многие тушевались и не знали, что как передовиться. К этому празднику отношусь как к Дню комсомола, потому что сейчас у него какие-то новые названия, я их не могу запомнить. Мы его не отмечаем, как Новый год, конечно, как 8 марта. Я комсомольский значок носил до 30 лет из принципа, потому что у меня с комсомолом была связана вся моя творческая юность. Без комсомола никуда. Он не был таким костным монстром, как партия. Свой первый концерт у меня был, даже не то что концерт, я вышел на сцену на городской площади города Экибастуза в студенческом отряде. Это было… Я вышел с гитарой и пел какие-то две или три песни. Это был ужас неописуемый, потому что вся площадь городская была заполнена народом. Я и так-то не выступал на сцене, ну как-то только перед друзьями. А тут в тысяч 10 человек я вышел, ничего не помню, что было. Ну, вроде как ничего, похлопали. Всегда как первый концерт, он всегда ответственный, всегда профессиональный, с полной отдачей. Все эти песни писали по-настоящему профессиональные авторы, будь то композитор или поэт-песенник. Дело в том, что эти песни были написаны в большинстве своем специально для нашего коллектива. И уж кто, кроме как мы, может их хорошо петь и правильно. Композитор Шаинский, Фраткин, Максисян, Пахмутова и Герецкий, конечно, да. Даже та же песня «До свидания, Москва, до свидания» тоже принадлежит нашему перу, в общем-то, поначалу. Мы исполнили. Для многих песен мы стали первыми, как бы, про вникание в жизнь.